Добрый день, коллеги. После очень интересного и важного доклада Антона Вячеславовича я хотел бы рассказать о нашем практическом опыте из применения нашей платформы Botkin.ai в региональных программах скрининга онкологических заболеваний. Какую мы цель преследовали в этих проектах? Безусловно, очень важно проводить сертификацию, регистрацию изделий медицинского значения, в том числе с использованием технологии искусственного интеллекта. Безусловно, очень важно проводить валидацию, и это мы будем делать обязательно. А вот в этих пилотных проектах, о которых я расскажу, мы хотели показать, как на практике можно с использованием подобных технологий повысить некие показатели, в частности, выявляемости онкологических заболеваний, в частности, на ранних стадиях. Прежде всего, какую, на наш взгляд, проблему мы решали. Есть много исследований, которые показывают, какая именно точность, а именно чувствительность и специфичность присутствуют при описании диагностических исследований врачами-рентгенологами. Есть некий разброс этих цифр. В основном, в среднем, показатели такие, что чувствительность составляет порядка 0,7%, то есть 70%, и также специфичность примерно на этом уровне. Это вот то, что человек показывает. С другой стороны, есть данные, которые показывают, какой чувствительностью и специфичностью обладают сейчас современные инструменты на основе искусственного интеллекта. Вот у них чувствительность уже значительно выше, чем у врача, то есть минимум показывается порядка 0,9%, то есть 90%. А вот специфичность гораздо хуже, чем у врача, и это такая родовая травма искусственного интеллекта. Эта специфичность, она в лучшем случае порядка 50%. Но если мы попробуем соединить искусственного интеллекта и врача, это была гипотеза, и не только наша, то можно использовать все мощности естественного интеллекта врача и плюс те преимущества, которые дает искусственный интеллект, прежде всего, в части чувствительности. То есть задача повысить чувствительность и при этом не снижать специфичность. Ну и вот еще одно интересное очень исследование, поскольку мы сейчас работаем в части рака легких. Вот было несколько лет назад исследование, которое показало, что количество ошибок именно при диагностике рака легких на компьютерной томографии составляет не менее 70%. Была очень понятная методика этой исследования. В рамках скрининга рака легких международной программы каждый год определенная группа пациентов проходила КТ-исследование на компьютерной томографии. И как только выявлялась у кого-то рак легких, отматывали на год назад исследование. И уже три рентгенолога смотрели это же самое исследование для того, чтобы ответить на вопрос, а нельзя ли было год назад у этого же самого пациента выявить рак легких. Выяснилось, что в 70% случаев можно было найти, но при этом 54% просто было пропущено и в 23% случаев не было диагностировано, что это злокачественное образование. В продолжение предыдущего слайда, как мы видим так называемый гибридный интеллект, чтобы совместить те плюсы, которые есть у врача, с теми дополнительными возможностями, которые есть у искусственного интеллекта. На этой схеме выглядит примерно схема того, как в общем случае происходит обучение алгоритмов искусственного интеллекта. Есть обучающие базы данных, которые делают на базе этих данных с помощью технологии искусственного интеллекта производятся некие алгоритмы. Затем эти алгоритмы используются уже для анализа, в данном случае изображений. Мы добавили процесс гибридного интеллекта, в международной литературе называется Human AI Loop. Это означает, что каждый раз, когда наша система выдает какой-то результат, мы направляем это сначала на анализ врача-рентгенолога, предоставляя ему специализированный инструмент. Я дальше покажу для удобного способа валидации того, что нашел искусственный интеллект. И только после валидации врача, после каждого случая, заказчики этих исследований получают результат. И при этом, что очень важно, то, что посмотрел врач, дальше возвращается в нашу модель, и таким образом постоянно происходит переобучение модели, и для этого есть специальные инструменты, которые мы сделали. Что мы делали в пилотных проектах? Мы интегрировали нашу платформу с региональными архивами медицинских изображений, либо на уровне региона, либо на уровне клиник. Проводили анализ с помощью нашей платформы, дальше врачи пересматривали и показывали результат, то есть валидировали фактически каждый раз результат. Это вот схема использования. Мы работали, как я сказал, на уровне регионов, то есть были официальные договоры с либо Минздравами, либо МИАЦами. Результаты получились следующие. Мы в четырех регионах пересмотрели порядка полутора тысяч изображений, сделанных на компьютерном томографе грудной клетки, и обнаружили порядка 15 новых случаев подозрения на онкологических заболеваниях, которые были подтверждены именно в регионах. Мы очень много работали именно над интерфейсом, чтобы было очень комфортно и быстро пересматривать вот такие системы светофоров, системы валидации того, что находит врач. Много это или мало, 15 человек из полутора тысяч исследований. Если посмотреть это на, переложить на те цифры, которые есть в России, в России каждый год делается порядка трех миллионов исследований грудной клетки. И при этом находится порядка 60 тысяч случаев рака легких. Ну, очень важно, да, что эти три миллиона, это не только по онкологическим показаниям, это вообще делается вот три миллиона исследований, и 60 тысяч случаев рака легких находятся. Мы в своих пилотных проектах показали, что мы находим порядка 1% дополнительного случаев рака легких. 1% это 30 тысяч случаев потенциально найденных случаев рака легких. То есть мы говорим о том, что мы вот в данных пилотных проектах показали, что мы в полтора раза можем поднять, увеличить выявляемость рака легких только за счет повторного пересмотра тех исследований, которые уже есть в медицинских учреждениях. И мы также говорим, почему нам это важно сейчас было показать, именно на примере региональных проектов с государственными учреждениями, потому что вот есть у нас одна из подпрограмм, национальная программа здравоохранения, борьба с онкологическими заболеваниями, где есть три ключевых KPI. Это повышение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях. Это повышение доли больных, которые стоят на учете более пяти лет. И снижение однолетней летальности. Вот это все про то, что мы сделали, то есть вот то, что результаты повторного пересмотра для повышения, собственно, выявляемости. В планах у нас уже в этом году сейчас дорабатываем продукт по анализу патологий на маммографических исследованиях, работаем с Российским научным центром рентгенорадиологии, которые нам предоставили соответствующие данные и размечают их. Есть у нас уже продукт по анализу рентгенограмм органов в грудной клетке. Будем сейчас делать анализ динамики новообразований. И очень важно, что мы сейчас разовьем наш продукт, связанный с КТ грудной клетки, для того, чтобы можно было делать комплексный анализ всех патологий, которые можно увидеть на КТ грудной клетке. По проекту нашему уже больше двух лет. Недавно одними из акционерами стали фонды, в которых участвует Росатом, резидент Сколкова мы. И очень важно, что у нас сейчас сформирован научно-консультационный совет в нашей компании, который возглавил президент Российского общества рентгенологов Валентин Евгеньевич Синицин. Спасибо. Готов ответить на ваши вопросы. Я возьму на себя смелость критиковать вас. Это хорошо. Знаете почему? Потому что у вас есть такой прекрасный слайд, можно отмотать назад, где 3 миллиона компьютерных томограмм, 60 тысяч выявленных, и вы говорите, что ваш продукт увеличит на 50% выявляемость. Это не так. Объясню почему. Диагноз рак легкого и компьютерная томограмма – это не связанные вещи. Вы диагноз можете поставить и без компьютерной томограммы, во-первых. А во-вторых, собственно, какая стадия рака? Это первая критика. И вторая критика – это то, что ваши параметры, выявляемость, она совсем не гарантирует выживаемость. То есть выявили вы это, не значит, что вы сделали что-то действительно хорошее. Я просто к чему? Что наша платформа, она в этом и заключается, но ее уникальность. Вы говорите о том, во что вы искренне верите, но при столкновении с практическим здравоохранением эти параметры, они совершенно ни на что не влияют. Вы можете говорить вот такие вещи, вы смотрите, ух ты, ну действительно там на 50%, но по факту это надо гораздо глубже анализировать цифры. Спасибо. Абсолютно согласен, что гораздо глубже. И здесь вопрос, ну вот уже в такой, в медицинской плоскости, в части того, например, влияет ли реально скрининг рака легких и выявляемость на ранних стадиях на увеличение там вот продолжительности жизни. Это не к нам вопрос. Если есть программы скрининга, мы не говорим, они правильные или неправильные, мы говорим, что мы можем сделать эту программу без необходимости повторного помещения пациента в КТ, а просто путем пересмотра. Вот и все. То есть я сейчас не дискутирую в части медицины. Сергей Юрьевич, у вас очень интересный продукт, и мы с вами, собственно, и работаем. Просто мне бы не хотелось, ну работая как ФГБУ и ваша организация, чтобы мы брали за основу, ну, мифические совершенно цели нашего взаимодействия. Наша цель – вот то, что вы сказали вот до этого. Ну, для нас. Спасибо. Можно тогда еще раз? Что такое мифические цели? Ну, то, что мы, используя ваш продукт, на 50% увеличим выявляемость рака легкого. На самом деле, вот, ну, это очень консервативный анализ, потому что, ну, вы же понимаете, что признать в регионе, что они что-то пропускали, это достаточно было трудно. И там, на самом деле, это некие такие компромиссные цифры, на самом деле там несколько другие получались. Вот, то есть, 1% – это очень консервативный прогноз. Что я хочу сказать, что классно, что мы можем встречаться, обсуждать и двигаться дальше. Я думаю, и по конференции, и по диалогу. Коллеги, извините, давайте выведем за рамки конференции обсуждение. Хорошо, спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!